Друзья, еще раз добрый день. Наверное, больше пока ждать не будем. Тихоньку начинаем, но кто-то подключится в процессе. Надеюсь, ничего важного не пропустят. Сегодня, получается, уже в третий раз на наших вебинарах говорим об отельных решениях. Презентация дополнена. У нас появилось много чего нового. Вот волшебная коробочка тоже стоит. Расскажем. А можете написать, пожалуйста, в чате, смотрели ли вы уже предыдущие вебинары, вообще в курсе ли вы этой темы или как бы пришли в первый раз, потому что от этого можно будет смещать некие акценты, заострять внимание. Ну и также интересно, с какой целью вообще вы пришли на наш онлайн-семинар. То есть, хотите ли вы делать решение для гостиниц, работать с заказчиками или, собственно, вы сами являетесь представителем отельной сферы, которая хочет улучшить IT-инфраструктуру в своем отеле. Если нетрудно, пожалуйста, пару слов о себе напишите в чате. Буду очень признателен. Меня зовут Илья, с кем еще не знакомый, менеджер по маркете компании «Эпиматика». Различные направления деятельности мы продвигаем, вот в том числе оборудование для сферы гостеприимства. Интересные кейсы, интересные проекты, о чем сегодня будем разговаривать. Надеюсь, меня хорошо слышно. Поставьте, пожалуйста, еще раз плюсики. Смотрел, но в теме интеграции по МСАТ и заинтересован. Веду проект в эту категорию. Отлично, Михаил. Да, Александр, началось. Вот прямо сейчас начинается. Михаил, надеюсь, что расскажем вам сегодня полезную информацию. Кстати, у нас вообще получается такая неделя отельных решений. Прямо сейчас на площадке независимого гостиничного альянса также проходит семинар по IT-решениям для гостиниц. Там Игорь Чернов, наш партнер из компании «Салютек» выступает. Они тоже эксперты в отельной отрасли. Если что, мы всегда можем дать контакты, поделиться. У них можно многому научиться в этой сфере. Завтра у нас будет оффлайн-эрприятие в Москве, а также по отельной тематике. Если кому интересно, пишите. Тоже можем дать контакты, рассказать, где что. Можно будет и вживую посмотреть на всевозможные решения. Итак, сначала немножко лирики вообще о ситуации на рынке. Возможно, кто-то эту часть представителей уже слышал, но все равно есть некие обновления. Все-таки уже прошел 17-й год, можно подводить некие итоги. Мы на пороге нового сезона, особенно активного сезона на юге России. И эксперты, те, с которыми мы лично общаемся, те, которые высказываются мнения в интернете, весьма неоднозначны. Кто-то говорит, что все плохо, кто-то говорит, что все наоборот хорошо и дальше будет еще лучше. Но в целом, конечно, мнение отрасли в том, что рынок растет и будет расти. И вообще с туризмом, особенно с внутренним туризмом в России все хорошо, особенно во время кризиса, когда сейчас у людей нет денег на какие-то заграничные путешествия. Из-за этого растет доля путешественников, которые по России совершают свои трипы. И, соответственно, отели получают больше преимуществ, больше денег зарабатывают за счет, собственно, российских туристов. Тинькофф журнал совсем недавно тоже сделал статистику, правда, по итогам 2017 года, что сумма, которую россияне потратили на турпутевки в 2017 году, составила больше 2% вообще внутреннего ВЛАУ продукта России, что действительно много. И что львиная доля из этих денег пришла сильно на внутренних туристов и осела, так скажем, в курортных зонах России. Другой аспект, который повлияет на развитие рынка и сейчас уже, естественно, влияет, это будущий чемпионат мира в футболу, который пройдет в 10 городах России. Многие ждут, что это даст приток инвестиций, приток денег в отельную сферу. Многие опасаются, опять же, очень много разговоров на эту тему, хорошо это или плохо, как наши надзорные органы действуют, как мешаются возможные проверки, нормы и так далее. Но, конечно, в целом эксперты говорят о том, что такие масштабные события на туристическую отрасль влево положительно, и это даст свой эффект. Говоря о качестве обслуживания, вот такой тезис, который мы выводим, что клиенты и, собственно, отельеры часто говорят на разных языках, что хозяева гостиницы не понимают реальных потребностей клиента. Даже когда собирают какой-то фидбэк, чаще всего спрашивают, понятное дело, про чистые простыни, про чистую посуду, про качество еды, воду в бассейне, какие-то такие вещи. О IT-составляющей обычно не спрашивают, не интересуются, хотя надо бы, потому что действительно, как минимум, Wi-Fi нужен для всех, но в том числе и телефония. Если вот по одному из источников статистики посмотреть, четыре ключевых показателя, влияющих на оценки гостей, в принципе, это соблюдение условий бронирования, время регистрации короткое, отсутствие проблем во время проживания и отсутствие ошибок при составлении счета. Казалось бы, что это все не совсем относится к IT, но на самом деле, если копнуть глубже, понятно, что во всех четырех основных аспектах IT-инфраструктура играет краеугольную роль. Другая статистика, которую нам рассказывает портал Hotels.com, говорит о том, что Wi-Fi критически важен для каждого четвертого туриста и для каждого второго бизнес-путешественника. То есть половина и четверть в двух группах путешественников людей не будут селиться в гостиницы, где нет Wi-Fi, где проблемы с Wi-Fi, где им не обещают устойчивую интернет-связь. И это так. При том, что понятно, что эта цифра включает в себя всех, кому, может быть, в принципе, Wi-Fi не нужен. То есть какие-то пожилые люди, пенсионеры, которые путешествуют, группа религиозных путешественников, может быть, совсем маленькие дети и так далее, и так далее. То есть на самом деле почти каждый взрослый турист, который куда-то едет по своей воле, так скажем, ему критически нужен Wi-Fi. Можете даже по словам, кто, наверное, убедится, но все, кто присутствует на вебинаре, так или иначе в этом заинтересованы. Другая статистика букинга только подтверждает эти суждения. 54% постояльцев, больше половины в среднем по миру, делают в первый час после заселения фотографии в социальных сетях. Проверяют рабочую почту, еще чуть больше людей, еще больше заказывают в двух номер. Тут уже подключается не только Wi-Fi, но и наличие банально телефона в номере, чтобы связаться с ресепшеном. При этом бассейн первым делом, в первый час, бежит только каждый пятый путешественник. Ну, конечно, при условии, что бассейн есть. При этом Wi-Fi – это один из самых главных вообще страхов при путешествии, что не будет устойчивой сети. Как мы видим из статистики, опять же, этот страх далеко не всегда подтверждается. Чаще всего все хорошо, но это не мешает людям все равно этого опасаться. Каждый второй человек действительно указывает это как свой основной страх. Другая статистика – это сделал такой подбор один из наших вендоров, компания TGNet, о которой мы сегодня еще поговорим. Слайд хорошо видно, табличку с информацией от компании TGNet? Останьте плюсик, пожалуйста. Проверим все хорошо. Да, значит, у меня какие-то проблемы с отображением, но, надеюсь, нам не помешает. Статистика по Китаю, ну, понятно, она показывает общую ситуацию в мире, то есть репрезентативно, в принципе, по отношению к путешественникам. Интернет – это одна из самых частых причин возникновения плохих отзывов, при том особенно в отелях среднего класса, потому что это уже не эконом, это не хостелы, то есть люди уже чего-то хотят, уже понимают, что у них есть какие-то претензии, что они хотят комфорта, но сам класс отелей все-таки не дотягивает. Понятно, что в люксовых отелях, в пятизвлёчных, но в целом все-таки с интернетом все более-менее нормально, поэтому там претензий меньше, там действительно уже такие вещи, как стоимость завтрака, например, выходит на первый план телевидения. Так что, в первую очередь, говоря о Wi-Fi-сетях, об интернете, мы ориентируемся на отеля среднего класса, 3, может быть, 4 звезды. Нет, еще раз возвращаясь к первому, то есть в отрасли устоявшегося понимания о том, что качество интернета, качество связи напрямую влияет на оценки, на удовлетворенность пользователей, хотя по разным данным, вот самое большое число, которое мы видели, это что 94% настояльцев отмечают наличие Wi-Fi как важный критерий выбора отеля. Ну, это действительно так, по сути, ну, наверное, каждый современный взрослый человек, так или иначе, ему нужна связь, то есть очень мало людей, которые не обращают на это внимания. Не говорю уже о том, что для путешествующих людей в других странах также нужно Wi-Fi, притом не только в номере, но и в кафе, в ресторанах, то есть в любом месте, где хочется подключиться в интернет, не прибегая к международному ролику. Для бизнеса аудитории это тоже крайне критично. Люди работают, нужно подключаться и с ноутбука, и с других устройств планшета, отправлять письма, особенно во время каких-то конференций при проведении мероприятий, где массовое скопление людей, всем нужно зайти в интернет. Говорим об интернете, и, к сожалению, площадка вебинарная что-то у нас подклупливает. Попробуем сейчас с этим справиться. Приснулся слайд, тоже информация одного из порталов бронирования, если я правильно помню, TripAdvisor, но на самом деле не суть важна. Там интересная статистика о том, что россияне находятся в топе, в среднем по миру, по количеству негативных отзывов. То есть у нас аудитория такая, что работа с ней еще интереснее и еще любопытнее, потому что максимально придирчивая, как-то не странно, аудитория, которая хочет комфорта, пишет негативные отзывы, это именно в России. Коллеги, скажите, я так понимаю, что вы видите меня, слышите? Какая сейчас ситуация, что происходит? Напишите, пожалуйста, в чате. Все хорошо. Отлично. Ну, таким образом, говоря об этом всем, как раз вот оборудование от компании Appymatica может решить все эти задачи, как общие такие, как качество Wi-Fi, качество связи в целом, так и специфические. Можно целый список делать, даже не то, что на экране, а еще придумать много-много-много пунктов, конкретно кейсов, где современные эти оборудования нам помогают. Это и видеонаблюдение, и безопасность, контроль доступа, какие-то дополнительные услуги, возможность рекламы, дополнительный доход, кросс-продажи. Ну и даже такие интересные вещи, как то, что сейчас во многих отелях уже принято не бумажные газеты доставлять, а газеты, журналы свежие в электронном виде на какой-то экран или планшет, который установлен в номере. Так что в области применения можно придумать уйму. Поэтому, по сути, все ограничено только фантазией и желанием угодить своим постояльцам. Я извиняюсь за технические проблемы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот как раз на этом месте мы, собственно, переходим уже к обзору оборудования, то, что как раз помогает нам все эти задачи реализовывать, достигать целей. В принципе, все оборудование, поставляемое компанией «Диплематика», так или иначе, входит в отельные решения. То есть всему находится свое место, все подходит для реализации современной гостиницы. Как раз это позволяет делать такие вот комплексные проекты, комплексные решения. Вплоть до систем видеоконференц-связи, которые устанавливаются в конференц-залах, что, опять же, можно продавать как дополнительную услугу при проведении каких-то мероприятий клиентов-гостиниц. То есть, в принципе, можно даже все эти расходы очень быстро отбить при правильном подходе, при должном подходе к менеджменту, к проведению мероприятий. Аудиоконференц-система ставится в переговорных комнатах. И даже промышленное защищенное оборудование у нас из бренда «Жемдар» тоже находит свое применение, например, на парковках. Сейчас обо всем по очереди поговорим подробно. Начнем, конечно, с Wi-Fi оборудования, сетевого оборудования, поскольку мы как раз выше говорили о том, что это наиболее важно для путешественников. Мы представляем в России бренд TGNET, компания основана в 2011 году и очень быстро, уверенными темпами развивается, поставляя умные комплексные решения для IP-сетей. Темп роста средний 85% в год, что круто, и мы, собственно, стараемся, и надеемся, что как раз в России тоже бренд найдет свою нишу. Небольшой спойлер, секрет на выставке «Связь», которая будет совсем скоро, будем показывать не только TGNET, но еще один бренд Vitec. Приходите к нам в гости на стенд, будет интересно, все покажем, расскажем. Интересно, что TGNET как раз именно отельный сегмент воспринимает как один из важных для себя. Есть очень много кейсов, примеров. Ну, понятно, что большая часть в Китае, но и по всему миру тоже. Есть как раз много наград, которые получает компания TGNET именно в отельном сегменте, что можно также видеть на экране. Интересная особенность оборудования, что в Wi-Fi-точке можно подобрать цвет интерьера, при том, без каких-то ограничений по минимальным тиражам. Без каких-то минимальных ограничений по тиражам. При том, можно на разных этажах гостиницы поставить Wi-Fi-точки разного цвета, если номера выполнены в разном интерьере, разный цвет стен, что очень удобно и приятно. И, кстати говоря, тоже можно немножко забегать вперед, на этой же точке доступа есть возможность зарядки телефона от USB, ну или просто других каких-то устройств, что тоже удобно, если, например, формат обычных электрических розеток не подходит в случае, когда вы едете в другую страну. С помощью оборудования TGNET можно реализовывать разные сценарии показа рекламы и, собственно, что нам даже более важно, разные сценарии аутентификации в соответствии с российским законодательством. Понятно, что сейчас гостиницы не могут просто давать доступ в интернет без какой-либо аутентификации всех коммунелений, но, соответственно, мы можем все это правильно настроить, помочь гостиницам, так чтобы это было в рамках законодательства, и чтобы это было удобно и комфортно клиенту. Можно давать доступ разным комнатам, разные пароли, организовать бесшовный Wi-Fi по всему отелю, то есть удовлетворить все потребности клиентов, сделать проживание гостей максимально комфортным, удобным, но при этом соблюдая все законодательные нормы, находясь в рамках правого поля. Дальше уже, собственно, переходим к телефонии, когда у нас все хорошо с Wi-Fi, конечно, нужно об этом тоже не забывать. Особый акцент в этот раз, раньше мы не так часто, не так много упоминали 3CX, но вот, так скажем, время пришло рассказать про эту коммуникационную платформу. Действительно, отельный сегмент – это одна из 100 сфер, где программная коммуникационная платформа 3CX идеально подходит, и мы, как дистрибьюторы 3CX в России, можем официально об этом заявлять. Надежные системы, продвинутые функции, гибкость ценовой политики, разные варианты лицензирования, возможность пробного периода даже абсолютно бесплатно за 0 рублей. Такие вещи, как СИП-клиенты под Windows, под Mac, возможность создания веб-конференции, клиенты для Android, для iOS. Это все делает 3CX отличным решением, в том числе для отелей, и часто незаменимым, но не только потому, что сама по себе коммуникационная платформа отличная, но и потому, что 3CX есть специальный модуль отельный, который позволяет достигать максимума эффективности за счет интеграции с PMA-системами. PMA-система – это, по сути, можно так сказать, отельная CRM-система, Property Management System, то есть система управления собственностью, отелем. Существует огромное множество этих PMA-систем, и 3CX отлично работает с подавляющим большинством из них, особенно, конечно, самыми популярными, в том числе популярными в России, Protea, Opera Fidelio и так далее, и так далее. Это позволяет реализовывать важные для отелей функции отображения имени гостя в интерфейсе, взаимодействие с горничной, управление телефонами в номерах, возможности, например, набрать циферный код на телефоне в номере, чтобы скачать номер убран, или так далее, звонки-будильники, регистрация выезд гостя, статус «Не беспокоить», установка различных статусов с номера клавиатуры, быстрый доступ к каким-то функциям, нажатием одной кнопки. Все это возможно просто и также повышает комфорт гостей. Все это, как нам рассказывает, собственно, 3CX, конечно, приведет к притоку положительных отзывов об отеле на TripAdvisor, на других сервисах, но не только для пользователей это удобно, но и для сотрудников отеля. Простой функциональный веб-экторфейс для персонала все это дает, по сути, безграничные возможности коммуникаций. Можете на сайте, собственно, 3CX на русском языке почитать материалы, которые подготовлены специально про гостиничный бизнес, про их решение для гостиниц. Сейчас, конечно, подробно всю статью не будем зачитывать, но потом можете, например, после вебинара скачать презентацию отсюда же, прямо из комнаты, и, например, перейти по этой ссылке, ну или просто полазить по сайту 3CX.ru, есть много интересной информации. Или нам пишите, звоните, всегда рады ответить на все вопросы. Забегая вперед, Михаил спросил, что видел у Ястара по МЭМЭКС-коннектор, продается ли он. Вот как раз Ястар. Другое решение, коробочное решение, гибридное IP-ATS, от самых маленьких, с 20 до S300 на 300 номеров, позволяет также организовать надежную, простую, понятную телефонию в гостинице. Тут уже нужно смотреть, наверное, конкретные кейсы, что кому нужно, что кому больше подходит, какие решения 3CX программные, или, собственно, от Ястара, что лучше в каждой конкретной гостинице, но всегда можно подобрать, конечно, лучший вариант для каждого. Ну и не забываем, что, естественно, также Ястар – это поставщик еще вайп-шлюзов, в том числе GSM и МТС-шлюзов, которые позволяют резервировать каналы, ну или организовывать связь там в каких-то очень труднодоступных, удаленных местах. Есть проекты загородных комплексов, которые находятся далеко от городов, где как раз шлюзы от Ястар помогают решать эти задачи. Есть, как раз говоря о PMS-системах, у Ястар тоже специальный модуль, модуль отеля от Ястар. Это не PMS-система, но действительно хорошая альтернатива для небольших гостиниц, которые позволяют сильно экономить деньги на 1-2 порядка, при этом нет никаких ежемесячных платежей, это не какой-то SaaS-сервис, то есть просто один раз подключается этот модуль, уже внутри вашей телефонной станции, и все отлично работает, по сути, пожизненно. Конечно, для этого нужна сама, собственно, телефонная станция Ястар. Получается такое некое комплексное решение, когда вы организуете телефонию, с помощью от С Ястары подключаете программный отельный модуль, собственно, в веб-интерфейсе самой станции, который позволяет реализовывать основные необходимые функции, бронирование, управление мини-баром, опять же, статус горничный, или, например, наоборот, поставить, что номер нуждается в уборке, контроль свободных номеров и так далее, и так далее. Ну, конечно, тарификатор звонков, да, без этого это тоже важно и интересно. Не буду зачитывать все возможные функции, опять же, если захотите, вы сможете скачать потом презентацию, все изучить подробно. Ну, конечно, функция как для приемной, так и для самих номеров, их много, они действительно работают, и, опять же, небольшой, может быть, спойлер, наши китайские партнеры из компании Ястар, естественно, обещали дорабатывать этот продукт, добавлять больше возможностей, и, кроме того, что, собственно, в русскоязычной версии она будет дополнена, чтобы максимально на нашем родном языке проще можно было работать с этой системой, так и будут, скорее всего, в каком-то обозримом будущем, там, условно говоря, через 10 лет, добавлены такие важные вещи, как та же интеграция, например, с системой бронирования, а-ля Booking, что будет очень удобно и полезно для всех гостиниц. Конечно, это еще не все. Если говорить просто про PMS-коннектор, Ястар такие возможности дает. Например, есть модуль ЧАР программный, который также позволяет синтегрировать телефонию с PMS-системой, по сути, всей популярной в мире. Ну, если взять список по-настоящему популярных систем, там они все поддерживаются. На сайте у нас, опять же, ну, например, на сайте Appimatic.ru доступна информация, можно смотреть про этот модуль, в том числе по стоимости, и, опять же, в самой телефонной станции, в веб-интерфейсе есть информация, можно зайти, можно также пройти бесплатный период. Это все всегда доступно, как некая дема, или уже в рабочей обстановке попробовать, за что не платить. Вендор дает большие возможности для того, чтобы все спокойно протестировать. Вот про основу сети, про телефонные станции, про инвестиционную платформу поговорили. Теперь, собственно, так скажем, ближе к людям, то, к чему прикасаются постояльцы, гости отеля, собственно, с нами телефоны. Мы поставляем в Россию, в Казахстан, в Беларусь отельные телефоны от Fanville. Компания работает с 2002 года, топ-3 производителя ими телефонов, хочет стать реальным конкурентом Елинка, Поликома, войти в элиту мировых производителей, в чем-то у них это уже получается, действительно. И как раз один из факторов своего развития, своего успеха, в будущем Fanville видит именно в отельных телефонах. Считается, что их линейка обречена на успех. Мы, в принципе, поддерживаем, потому что телефоны действительно хорошие, чем мы рады представлять их в России. На данный момент есть три модели. H1, H3, H5. H, понятно, от слова отель. Чем выше цифра, тем более люксовая модель, тут, в принципе, в нумерации все достаточно просто. То есть от самых простых телефонов H1, простым, понятным дизайном, бюджетном исполнении, но с поддержкой поя при этом. Целых восемь программируемых кнопок, которые как раз можно кастомизировать под требования каждого отеля. То есть в простых моделях это реализуется с помощью, ну, по сути, это картонка, которая по специальному шаблону печатается, вставляется на лицевую панель телефона. Вот мы вот сделали такой пример отеля IP-майтика, так скажем, где можно по кнопкам одним нажатием легко попасть к оператору или к администратору отеля или вызвать горничную, консьержа и так далее. В H3-м телефоне все более люксово, так скажем, это уже более дорогая модель, но и возможности кастомизации тоже, это уже пластиковая панель, которая тоже специально изготовлена для этих телефонов, также с возможностью подписи программируемых кнопок, их тут уже 10. Есть у этого телефона индикаторы вызова, голосовые почты, ну, действительно, сам к себе телефон более элегантный, более красивый, может быть, даже, так скажем, более устойчивый на столе. И, начиная с модели H3, интересная особенность, уже говорили, когда вы в Тижинете об этом упоминали, но вот в телефон тоже можно вставить USB-провод и заряжать мобильный телефон, что действительно часто бывает очень удобно. Лишние USB-выходы никогда не помешают. Правильный вопрос, к сожалению, гость не представился, об этом нужно сказать, вот какого количества возможно кастомизация. Понятно, что, возможно, от любого количества можно кастомизировать хоть один телефон. Тут вопрос, скорее, в стоимости. Вообще, по общим правилам, которые дает Fanville, от 200 аппаратов одной модели, то есть 200 H1 или 200 H3, кастомизация проводится бесплатно. То есть, соответственно, в Китае по нашим лекалам, по нашим требованиям изготавливаются нужные таблички, присылаются оперативной курьерской службой, реально уместиться в 2-3 недели. То есть, в принципе, это не какой-то долгий процесс, там не нужно полгода закладывать на кастомизацию. Но при этом вендор всегда проявляет лояльность, можно договориться и сделать это бесплатно даже при маленьких проектах, особенно если заказчик хочет проявить лояльность и при этом сэкономить 500 долларов. Если заказчик соглашается на то, что фотографии у отеля по МОПС лет в интернете, что мы будем в открытую заявлять, что вот в таком-то отеле установлены телефоны Фанвил, то всегда готовы помочь, в том числе и с кастомизацией любого тиража. В особых случаях это также можно сделать и в России, так что обращайтесь, всегда все сделаем. То есть, в общем случае, от 200 телефонов отвечаю на вопрос. Но в каждом конкретном случае мы уверены, что всегда можно найти решение и проблем не возникает. Телефон с индекса МАШ-5 это уже премиальный телефон, класса люкс, в премиальном дизайне, 3,5-дюймовый LCD-экран и при этом здесь кастомизация идет без бумажных носителей. То есть здесь уже не нужно таких заморочек, все делается на экране, при этом возможны варианты кастомизации на разных языках, что удобно для путешественников из разных стран. Словно говоря, можно в каких-то VIP-гостиницах, VIP-номерах отстроиться под человека, приезжающего, ну, например, из той же, я не знаю, Японии. У него будет телефон с японским интерфейсом. Почему нет? Удобно нажатием одной кнопки также решить какие-то свои задачи. Также USB-порт, программирование кнопок меньше всего 6, ну, чаще больше не нужно. Ну и вообще телефон красивый, приятный на ощупь, устойчивый, такое уже люксовое исполнение. Ну и тысячи. Так, говоря о кастомизации, немножко вперед забежали, но, собственно, я вам показывал, как это выглядит вживую. На экране тоже можно посмотреть. Вот, опять же, наши отельные телефоны из отеля IP-майти, которые мы придумали. Конечно, по-настоящему такого нету, кто знает, что будет в будущем. Идем дальше. Кроме, собственно, фанвилл, у нас также в линейке есть отельные сип-телефоны под брендом IP-матик. Наши собственные, вот это, конкретно представленная на экране модель, это телефоны для ванных комнат. Они поставляются в двух цветах, белые и черные, имеют простой интерфейс, компактный дизайн, есть цветовой индикатор, на трубке расположены клавиатуры, пытаются они попоя и крепятся на стену. Программируемая кнопка одна, поскольку это кнопка SOS, SIP-аккаун тоже один. То есть, это такой самый простой, понятный телефон, не занимающий много места, обычно вешающийся на стену. Самое частое употребление это действительно телефон экстренной связи в ванных комнатах. Конечно, возвращаясь назад, телефон на фанвилл тоже крепится на стену, но все-таки понимаем, что в комнатах обычно телефоны ставятся на столик или на прикроватную тумбочку. Редко они висят на стенах. В ванных комнатах, да, действительно, телефоны чаще всего висят на стенах, но такие особенности, простой дизайн, понятный функционал без всего лишнего, также дает возможность их устанавливать, в принципе, в других помещениях. Вот, похожие телефоны часто в больницах, в каких-то станциях скорой помощи устанавливаются тоже для какой-то, может быть, экстренной связи, ну и просто для связи между сотрудниками. Притом, экстренная связь осуществляется также интересно не только по нажатию этой кнопки SOS, но и если трубка упала, болтается. Действительно, на случай того, что человек подскользнулся, упал и дотянулся, это важно, полезно, может, по сути, спасти людям жизнь. И еще один телефон под брендом IP-MATIC-а, настольное исполнение, в коробках, тоже с нашим логотипом приходят, стыкни телефона IP-MATIC-а. У нас на сайте все есть, все цены, подробные технические характеристики, можете заходить, посмотреть в отдельном разделе отельные телефоны. Основная особенность этой модели это поддержка Wi-Fi. Очень частый вопрос, очень частые запросы из гостиниц, когда говорят, что ремонт уже сделан, мы не можем прокладывать новые провода, ничего делать не будем, нам нужно решение и телефонии без необходимости что-то делать со стенами, вообще ничего не трогать. Тогда вот, идеально подходят Wi-Fi-телефоны, а также с возможностью кастомизации, с тремя сип-аккаунтами, с программированными кнопками, весь необходимый набор функций, все присутствует, ну и плюс, главная особенность, это возможность подключения Wi-Fi. Также есть возможность экстренного вызова, это тоже все присутствует, ну и здесь, понятно, это не основное достоинство, не основное предназначение. Ну вот, собственно говоря, вообще о телефонах, о фонвилах, о бальдематике, нужно заметить, что наличие телефонной связи в номерах, это один из важных критериев получения звездности гостиниц, для многих, для многих важно иметь именно два телефона, например, в телевизорочных отелях, собственно, в комнате, в апартаментах и в ванной комнате. Поэтому все эти модели, так бы иначе, находят свое применение и должны быть установлены в любом современном отеле. Не только отельные телефоны подходят для отелей, не звучит как оксюмарон, но и другие продукты, которые поставляет IP-матик. Так вот, микросотовая IP-дек система от Gigaset, мы являемся дистрибьютором Gigaset немецкого бренда в России, тоже идеально подходит для гостиниц, но, конечно, не для постояльцев, а для мобильных сотрудников, охранников, горничных, администраторов, которые бегают по помещению. Сейчас в большинстве гостиниц все это реализовано двумя путями. Либо рации, либо мобильные телефоны. И в том и другом решении есть свои минусы. В рациях это раздражающий, мешающий людям шум, неконфиденциальная связь. Любой, кто стоит рядом, может услышать, что там говорят. Просто неудобно. Ну и вообще, конечно, технология постепенно уходит в прошлое. Мобильные телефоны тоже неудобно, часто дорого. Один из представителей одного из отелей рассказывал, что у него связь сотрудников реализована с помощью мобильных телефонов. и он тратит сотни тысяч рублей в месяц на мобильную связь. Ну, конечно, скорее всего, несколько преувеличивал, непонятно зачем, но порядок действительно большой. То есть гостиницы, которые, большие гостиницы на сотни номеров и на сотни сотрудников тратят на это много денег. Плюс необходимость постоянно менять парк смартфонов, телефонов, что-то упало, разбилось, поменялось, упало воду и так далее. Здесь, конечно, на помощь приходит гикосет. Бесшумная телефонная связь по всей территории без мертвых зон. Защищенные трубки, в том числе трубки с фонариками, водонепроницаемые трубки. Очень удобно для горничных, для обслуживающего персонала, для охранников тоже. Возможность перемещаться, разговаривать, при том, все звонки между сотрудниками получаются бесплатными, в отличие от мобильной связи. Даже если отель территориально распределен, есть какие-то разные корпуса, допустим, даже в разных городах, все равно все можно настроить, чтобы тратить лишнее денег. Промышленное оборудование, промышленные телефоны, вызовные панели под брендом G&R. Тоже вначале уже упоминал, действительно в стандартном проекте не очень крупного, не очень большого отеля в принципе один-два телефона G&R находят свое применение. Вот такие вот моделики, как видите, снизу красный телефон с трубкой. Такие часто можно попили подобные в банках увидеть, но и также устанавливают в лобби отелей, ресторанов, в каких-то общих зонах, где может быть необходимость связаться, чтобы никто телефон не сломал, не унес, чтобы он все время был закреплен на стене. И, конечно, на парковке телефон экстренной связи, вызовная панель, например, с одной кнопкой, тоже часто бывает необходим. Мы закончили, собственно, с телефонными аппаратами. Ну, конечно, здесь нужно упомянуть, что, собственно, основной наш бренд, тип телефона E-Link, также устанавливается в гостиницах по всему миру. Но у менеджеров, у администраторов на ресепшене есть тысячи, десятки тысяч отелей во всему миру, в том числе и в России, которые используют E-Link, но понятно, что не в номерах, где проживают постояльцы, а именно просто у сотрудников, но чуть попозже еще к этому вернемся. Домофоны, конечно, также нужны, особенно в мини-отелях, чтобы было удобно, комфортно для постояльцев и для хозяев отелей осуществлять доступ к постояльцам на территории, при этом чувствовать себя защищенным. Часто с этим возникает очень много проблем, особенно в маленьких отелях, в каких-то загородных отелях, когда придумывают всевозможные схемы, что ключи находятся в ящичке, ящичек закрыт чем-то, вы там протяните руку или позвоните мне на мобильный, а часто на мобильный позвонить нельзя, потому что человек в роуминге, он не хочет этого делать, пытается дозвониться по какому-нибудь звонку еще аналоговому, а при этом хозяин отеля находится где-то в другой комнате или уже спит. Да и даже в городских отелях бывают ситуации, тоже сами всевозможные путешествия, колодировки периодически попадают в ситуации, когда нельзя либо зайти внутрь, либо выйти, например, ночью покурить, понятно, что соответствует законам внутри общения гостиницы, сделать нельзя, что тоже проблема. Домофоны все это могут помочь решить, как домофоны, опять же, бренда Fanville, сейчас мы представляем одну модель, i20s, так и более люксовые, более продвинутые домофоны от бренда Nista. Это швейцарское качество, и в Швейцарии они в трех вариантах поставляются, аудиодомофон, видеодомофон и видеодомофон в стройном дисплее. В красной картинке вы видите самую, так скажем, дорогую модель из трех. И, конечно, домофоны нужны для ограничения служебных помещений с возможностью доступа как по ходу, так и по звонку, так и по карте. То есть, все сценарии доступа, конечно, реализованы. Интересный еще кейс, да, что домофоны можно использовать в качестве интеркома для какого-то оповещения, но такое не так часто встречается. Конечно же, тоже не заостряли внимание на таких вещах, как видеонаблюдение, но понятно, что оно нужно в гостиницах как для обеспечения безопасности, так и для предотвращения каких-то спорных моментов, предотвращения краж в том числе. То есть, без этого никуда не уйти, нужно видеонаблюдение, видеорегистрация. Здесь нам помогает наш замечательный проект MailSite. Про видеоконференцию уже говорили, конечно же. Интеграция с системами, современных коммуникационных платформ. Все это нужно, все это можно и нужно продавать в отеле. Вот таким образом все оборудование, поставляемое компанией Appymatica, находит свое применение в отелях, позволяет реализовывать комплексные решения в рамках нашей любимой концепции Lower SIP, когда все работает по протоколу SIP. Думали, я не знаю, но, наверное, только вот разве что гарнитуры для колл-центров, какие-то такие вещи уж совсем специфические, какие-то аксессуары неприменимы в отелях. На самом деле отели, особенно большие отели, где есть и рестораны, сауны, бани, тренажерные залы, бизнес-центр, какие-то бизнес-помещения с конференц-залами, получается, что действительно это очень всеобъемлющий, комплексный проект, в котором может быть реализовано и должно быть реализовано по сути все типы нашего оборудования. Так что можно сразу заказчику предлагать какие-то комплексные решения, но предлагать, конечно, поэтапно. Вы, кстати, можете зайти в раздел документы, вот прямо здесь в комнате, где проходит вебинар, и скачать там такой PDF-документ типовое решение отеля от компании Appymatic. Там основные моменты, с чего нужно начинать, разговаривать, с чего нужно начинать реализовывать современные IT-решения в отелях. Ну, конечно, понятно, что потом уже дальше на это все нанизываются какие-то более специфические вещи, такие, как, например, видеоконференц-связи. Там же можно скачать презентацию, которую мы сейчас вам показываем, и через некоторое время после вебинара там появится видеозапись всего того, что сегодня здесь происходило. Вы сейчас можете увидеть запись 16 мегабайтов, это мы в самом начале тестировали, и вам скачивать не нужно, там пустота, условно говоря. Ну, запись появится после вебинара. Мы идем дальше. Вы говорили про оборудование, теперь, собственно, примеры проектов, может быть, когда-то действительно в таких космических городах тоже будет реализовываться оборудование от компании Epimatico. В принципе, сейчас уже по всему миру можно найти примеры. Отель на 222 номера в Китае, где реализован бесшовный Wi-Fi за счет оборудования TGNet. Плюс еще рестораны, тренажерный зал, все коридоры, люкс-апартаменты, пентхаусы, все-все-все-все-все-все. Везде бесшовная Wi-Fi-связь, все отлично, устойчиво работает. Заказчик предъявлял требования к обеспечению менеджмента сети, мониторинга в режиме реального времени круглосуточно. Все это замечательно реализовано с брендом TGNet. Как отель называется «Фантастик», так и решение такое же. Другой пример. Здесь номеров еще больше, 418, еще больше территории, но здесь интересно то, что критически было для заказчика синтегрировать систему, систему видеонаблюдения, видеорегистрации от HikVision. TGNet с этим тоже успешно справился. Поговоря о нашем оборудовании, конечно, TGNet и Майл Сайд как видеонаблюдение, которые мы представляем, прекрасно работают вместе, тоже никаких проблем не возникнет. Есть списание продуктов, списание решений, которые позволяют делать замечательные комплексные решения, в том числе и по видеонаблюдению в гостиницах. Обращайтесь, это все реально, все можно посчитать, просчитать. Примеры также всевозможных отелей, в основном в Китае, но и по всему миру, где также используется HikVision. Вот здесь название отеля так не смогли прочитать, если кто-то иероглифы разберет этот фасадом, можно сказать, как он называется. Вот точки доступа в стенах вот здесь вот так реализованы. Еще один отель Huanzhou, тоже в котором используется потолочное решение HikVision. Океанариум в городе Гуэчжоу тоже интересно, тут забавно, вот как бы точки доступа встроили, тут на дереве одна висит, другая где-то в помещениях, вот так вот все замечательно работает в огромном океанариуме. Мы насчитали, на самом деле, даже не 48, а уже больше 100 различных отельных сетей и просто отдельных больших независимых отелей, в основном в Китае, но и по всему миру, которые взяли HikVision как стандарт, используют его во всей своей сети. Есть сотни других проектов в медицине, в торговле, в образовании, то есть везде, где есть массовый поток людей, часто смена людей, большое количество пользователей, которые быстро меняются, где нужна высокая защищенность сети, большая надежность, резервирование, и с этим всем DGN замечательно справляется, так что обращайтесь. Отели Polygroup в Китае, мы сейчас говорим про другое оборудование, про фанвил, взяли фанвил как стандарт именно во всей своей сети для телефонизации номеров. При этом отмечали, что им нужен телефон со стильным дизайном, с богатым функционалом, с возможностью зарядки от USB, здесь это было отмечено как важный отдельный пункт, и с большим экраном для выражения информации. Вот фанвил H5 был выбран, при этом отмечают, что действительно это первый отдельный телефон в Китае с цветным экраном, так что достоинства этой модели нельзя умолять. Ястар также используется в различных отелях в базовых отдыхах по всему миру. Мы нашли несколько примеров в США, в Греции, но очень интересный есть такой базоводах спутников в России. Как раз та история про шлюзы, про телефонизацию удаленных бас-отдых, удаленных отелей. Вот один с примером, когда все хорошо и все довольны. Пример из Греции, четырехзвучный отель, также с помощью отеля «Ястар» шлюзов провел переходную эпителефонию и все оказались довольны. Президент отеля «Вафина». Более близкий нам пример гранд-отель «Гранд-вояж». Отель «Гранд-вояж» в Алматы. Мы там тоже несколько раз проводили свои мероприятия близок к нам. Там используются гибридные «Ястар», шлюзы «Ястар» и телефоны «Елин», как на фотографии на ресепшене и у менеджера в гостинице. Недавно добавил пример, потому что буквально на прошлой неделе ездили в Ростов-на-Дону, там тоже у всех именно сотрудников, у администратора на ресепшене стоят СИП-телефоны «Елин». Приятно, когда приезжаешь в другой город и видишь свои продукты, значит, не зря работают. Другие примеры используются СИП-телефонов «Елин». Понятно, что таких примеров тысячи всему миру, но мы какие-то интересные, знаковые и подтвержденные примеры общего контекста. Пиздец-звездочные отели по всему миру, в том числе в Дубае. Пицца-Хат из практикованной американского рынка тоже взяла за стандарт используя тип телефонов «Елин» для приема заказов. «Доминос Пицца» в России тоже интересная вещь. У них сотрудники-кассиры по сути еще исполняют роль колл-центра, то есть им нужно в зависимости от ситуации либо принимать заказ оффлайн от того, кто подошел к стойке, либо поднимать трубку и принимать заказ онлайн. Понятно, что здесь гарнитуры не работают, люди все время в движении. Вот решили, что надежное, понятное, простое и дешевое относительно решение это сим-телефоны «Елинк-21G2». По всем «Доминос Пицца» можете зайти на прилавке и посмотреть установленное. Мы еще нашли близкий нам тоже медицинский центр в Челябинске, где используются «Елинки» на всех ресепшенах, во всех офисных помещениях. Ну, там нечто похожее на пансионат, то есть тоже много корпусов, люди там приезжают, селятся. Одно из первых, что видят это сим-телефоны «Елинк». Картинка из бизнес-зала аэропорта Пулково, понятно, что сфера гостеприимства в целом не ограничивается гостиницами, достаточно широкая, есть много объектов размещения, временных объектов пребывания, где нужно гостеприимно относиться к людям. Пример из моей жизни обрывы трансляции. Надеюсь, сейчас меня хорошо слышно, в любом случае запись идет, выложим на Ютубе, если что-то потерялось, постараемся, чтобы до всех информация была донесена. Андрей, надеюсь, у меня сейчас хорошо слышит и поставьте плюс, пожалуйста. Хорошо. Если кто-то знает, что такое «Еглава», можете написать в чатике какой-нибудь подарок придумать компании, пневматика этого человека. Это такой немножко шуточный слайд, понятно? Смысл в том, что отели по всему миру начинают от каких-то семейных отелей на несколько номеров, заканчивая огромными отелями на сотни тысяч номеров используют «Елинки». Это приятно. Фитнес-центры и всевозможные такие заведения для здоровья, как, например, Московский офис территории фитнеса используют декторы решения «Елинки». Сотрудники ходят с дек-трубками «Елинки». Не такие большие помещения, чтобы делать проекты красотовой дек-системы, на оборуднике «Госе». То есть, там на не очень больших пространствах достаточно решения «Елинки» обычного объекта. Парк «Октобе» тоже непонятное название, это тоже в Казахстане, в Алматы используют наши телефоны, тоже с твоими глазами видели. Другой пример нам прислал вендор, собственно, вендор «Майлсайт». Вендор из Китая, пример из Нигерии, вот говорим об этом в России. То, как гостиница «Вэллс Карлтон» и «Королевский дворец», находящийся неподалеку, создали систему видеонаблюдения с помощью оборудования «Майлсайт». Более 200 устройств, установленных и внутри, и на улице, при этом абсолютно разные условия. Разные условия защищенности, разные условия освещенности, разные условия потенциальной угрозы вандализма, температурные условия. В Нигерии речь скорее про плюс, то есть есть места, где слишком сильно могут нагреться камеры, но если что, в России минус тоже все нормально работает, и мало сайда. В итоге получилось комплексное решение, удовлетворяющее всем потребностям. разные модели камер под разные задачи в разных конкретных точках здания установлены. Идем дальше. Более близкий нам, чем Королевский дворец Нигерии, это из Беларуси гостиничный комплекс М1 недалеко от границы. Буквально недавно установил себя и сделал комплексный проект на основе оборудования Гигасет. Сделал бесшовный дек покрытие. По всей территории все очень довольны. Там казино, ресторан, отель, действительно огромный комплекс. 47 трубок понадобилось. Наверное, что сотрудников еще больше. Другой пример с Гигасетом это театр оперы и балета в Астане. Как раз говоря о таких мероприятиях в местах массового скопления людей. В целом это тоже, конечно, сфера гостеприимства. Понятно, что люди там не живут, а приходят и уходят. Часто очень массово. Здесь мы говорим не про Wi-Fi, а про телефонизацию. Действительно, нужна всегда хорошая связь. Сотрудники должны быть на связи, в том числе экстренно, оперативно и, главное, надежно. Особенно в таких важных мероприятиях проходят в опере. на этом в принципе все. Почти час разговаривали, рассказывали о том, какие решения делают IP-матик. Если у вас есть какие-то вопросы, можете писать в чатик. На все ответим с радостью. Или можете, например, писать мне на почту, сейчас я тоже напишу ее в чатик, и задавать какие-то любые интересующие у вас вопросы. Вот адрес написан в чате. Запись презентации документы можно скачать в разделе документы. Также у нас на ютубе мы, естественно, в ближайшие дни выложим запись этого вебинара. В следующий четверг вебинар будет чуть пораньше, в 11 часов утра, но наш продакт-менеджер по направлению ВАИП Максим Васюхин очень рвется рассказать про констеренцию телефона Е-Link. Будет интересно, тоже подключайтесь послушайте его, а дальше праздники. Так что где-то в середине мая уже продолжим в 11 четвергов рассказывать про следующие интересные темы. Спасибо вам, что пришли. У нас проходит много мероприятий, в том числе офлайн, выставка «Связь» на следующей неделе ждем в гости, выставка «Тибо» в Минске примерно через месяц ждем в гости. 26 числа в экспоцентре состоится конференция по решениям Ястар с участием собственно представителей компании Ястар. Регистрируйтесь. В общем, заходите на наш сайт, подписывайтесь на наш социальных сетях, всегда будете в курсе всей информации, всех приглашений. Будем рады вас видеть на всех наших мероприятиях. Приходите. Если есть какие-то вопросы, пишите, звоните. Всегда тут же в этой пороге. На этом, наверное, все. Закончим. Всего доброго, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok